Привет! С вами я, Роман Казакевич. Это плей-офф. Вы узнаете о самых ярких событиях в спортивной жизни нашего региона. Мы знаем все о спорте в Красноярском крае. Сегодня в программе «Полный контакт». Красноярск принял масштабный чемпионат по кикбоксингу. О-спорт «Ты – мир» – физическая подготовка как средство выживания в военное время. Лазер-тек – компьютерные шутеры в реальном времени и пространстве. Жан-Клод Ван Дамм – не только популярный актер, но и чемпион Европы по кикбоксингу. В среднем весе среди профессионалов. Для юных спортсменов он – пример для подражания. Наш корреспондент Валентина Глазко отправилась на чемпионат России по кикбоксингу и узнала, кто в недалеком будущем сможет превзойти достижения великого бельгийца. В чемпионате и первенстве России по кикбоксингу приняли участие 800 спортсменов из различных регионов нашей страны. 60 из них представляли Красноярский край. Чемпионат проводился по системе фулл контакт, то есть полный контакт, где удары ногами и руками наносятся без ограничения силы. Соответственно, не обходится без нокдаунов и нокаутов. Такой представительный и масштабный турнир по кикбоксингу проводился в России лишь второй раз. И Красноярск не случайно был выбран местом проведения чемпионата, ведь именно наши мастера боевых искусств известны не только в России, но и во всем мире. Сибирь, она славится своими спортсменами, особенно в силовых видах спорта. И для нас в стенах дворца имени Ивана Ирыгина говорить о том, что любые контактные виды спорта, связанные с борьбой, с восточными единоборствами, они традиционно на сибирской земле приживаются очень хорошо. И нам очень приятно, что у нас соревнования такого уровня проходят и проходят очень представительно, так скажем. Красноярских спортсменов выделяют даже их соперники. Красноярские ребята тоже очень хорошо подготовлены. Немало из них состоят уже в сборной России. Достойные ребята. Придется побоксировать, постараться выиграть. Чемпионат – это не только состязание, но и пропаганда здорового образа жизни. Задача данного турнира – это как и задача любого чемпионата, любого спортивного события. Это, во-первых, спортсменам выполнить свой календарь, выполнить разряды, попасть в сборную. А для зрителей, конечно, для мальчишек – это приобщиться к виду спорта. И, возможно, следом, после того, как они посмотрят бои, завтра они придут в секцию и будут заниматься спортом, что само по себе уже приятно. Смотри плей-офф и будь всегда в форме. Победитель каждой весовой категории будет представлять нашу страну на чемпионате Европы. Мы желаем лучшим спортсменам России победить и на международной арене. Смотри плей-офф, будь всегда в форме. Как вы думаете, чем во время войны занимались спортсмены? Ответ очевиден. Защищали родину. Но, оказывается, помимо военных баталий, на войне имели место и спортивные, имеющие иногда не меньшее значение, чем боевые операции. Великая Отечественная война длилась долгих четыре года. Вместе со всем советским народом на защиту родины встали те, кто в мирное время славил свою отчизну спортивными рекордами. Каждый спортсмен в бою стоит нескольких рядовых. Даже в суровые сороковые в стране сохранялись спортивные традиции. Но спорт в основном был направлен на подготовку солдат к боевым действиям на фронте и в тылу. Газеты военных лет сообщали о событиях не только на фронте. Например, из подшивки газеты «Красноярский рабочий» я узнала, что в феврале 44-го состоялся молодежный кросс для подготовки бойцов-лыжников. Наш земляк Владлен Григорьевич Кузнецов является не только ветераном Великой Отечественной, но и ветераном красноярского спорта. В 17 лет он вступил в ряды советской армии. Служил в должности разведчика. Стал кавалером орденов славы 2-й и 3-й степени, ордена Красной Звезды. Награжден медалью за взятие Будапешта. Воевал на всех четырех украинских фронтах. Прошел с боями пол Европы. Великую победу встретил в Австрии. «Господи, это такая радость, такое счастье, не прятаться, не мухать, не доедать, не досыпать. И вдруг такая вот мирная жизнь». Владлен Григорьевич считает, что спортивные навыки во время войны пригодились как никогда. Помогали выстоять в самых трудных ситуациях. Наш герой признается, что спорт во время войны был единственным развлечением. «Командир роты – классный волейболист. Сразу в армию пришли только на привал, натягиваем, это и волейбол играет. Вроде пройдешь 30, там, с лишним километров, все, только на теле и все, да, не надо, да, это играли». Война закончилась, а наш герой был демобилизован лишь спустя пять лет. Восстанавливать силы после войны помогал опять же спорт. «В армии начались постепенно возражаться традиции спортивные. То есть проводительство для первенства округов, первенства частей, первенства дивизий. Просто интерес к жизни какой-то снова вновь появился». Всю свою жизнь он активно занимается спортом. Играл в футбол, увлекался хоккеем с мячом, затем стал тренировать команды. Сын и внук нашего героя пошли по его стопам, тоже стали спортсменами. Более 25 лет Владлен Григорьевич был спортивным корреспондентом газеты «Красноярский рабочий» и спортивным комментатором на радио. «Прихожу в редакцию, мне говорят, слушай, мы знали тебя так скромного, такого очень застенчивого человека. Ну, как ты нахально отвел этот репортаж». Сегодня Владлен Григорьевич не только почетный гость на всех спортивных мероприятиях города, он не упускает возможности и поучаствовать в спортивных соревнованиях. Про нашего героя можно без преувеличения сказать – это человек с самой высокой пробы. Нам есть с кого брать пример с ветеранов Великой Отечественной. А вы играли в лазертак? Малознакомая фраза ставит в тупик каждого третьего человека. В массовый обиход новинка еще не вошла, потому тайн у нее много. Раскрыть их постаралась Анна Скурятина. Игра в свободном доступе появилась не так давно. Идея возникла с компьютерных игр и пришла к нам в страну из-за рубежа. Там с помощью подобного оружия военные проходят подготовку. А вот мирные жители, подкорректировав оборудование под себя, придумали новый вид отдыха. Игра бесконтактная. Все фиксируется с помощью специальных датчиков. В качестве поражающего луча используется инфракрасный спектр. Абсолютно безвредный для глаз, потому специальные защитные маски здесь не понадобятся. Вот только камуфляжным костюмам стоит обзавестись. Погодные условия не всегда позволяют выйти чистыми из игры. Предостережение только по физическому состоянию человека. То есть, если ему нельзя физические нагрузки какие-то, врачом ограничено, то, естественно, ему нельзя это. Бегать, потому что игра очень активная, очень много бегать нужно, перемещаться, двигаться. Но вот эта винтовка, она весит 2,5 килограмма. То есть, в принципе, ребенок 7 лет запросто... Главное, чтобы он ее в руках удержал. В принципе, ограничений никаких, можно сказать, нет. Еще один плюс игры – хитрить здесь не удастся. За все отличает электроника. Перед каждой игрой, согласно сценарию, оборудование программируется. Допустим, по легенде дается 4 жизни. Как только в игрока попадает нужное количество раз, оружие блокируется и больше играть не удастся. Если, конечно, он не доберется до аптечки и не обновится. Играю в первый раз, очень понравилось. По сравнению с пейнтболом, ну, более безопасно и более интереснее. Потому что есть все-таки какие-то жизни, убегаешь, прячешься, ну, большой выброс адреналина. Устал. Но еще сейчас буду играть. Жарко. Такие же впечатления получил, как и от пейнтбола. То есть, я бы сказал, какие-то качества даже тренируют, какая-то скорость, возможно. Ловкость. Без разницы, девочки они или не девочки. Точно так же и меня девочке убивали, и не раз. Играть в лазертак можно абсолютно в любых условиях и площадях. Настояние, на котором можно поразить противника свыше 200 метров. Так что будет и специальная арена, закрытое помещение, улица, открытое пространство. Побегать и пострелять можно без ограничений. Тем более, что заряда на оборудование хватает надолго. Главное, чтобы человеческого ресурса хватило на обыгрывание придуманных сценариев. На этом все. Сюжеты, вышедшие в эфир, смотри на сайте программы playoff24.rf, а также на интернет-портале Вся Россия. Заходи в нашу группу ВКонтакте. Будем общаться. Смотри плей-офф. Будь в форме. ВОСТОЧНОЕ ВОСТОЧНЫЕ 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 ВОСТОЧ